Здравствуйте, мои дорогие друзья! У нас сегодня снова обзор книги, и это второй раз, когда мы сталкиваемся с Бернаром Вербером, и поговорим в этот раз о его книге «Последний секрет». В этот раз я не буду делать очень детальный рассказ о жизни и творчестве самого автора, потому что, как я уже упомянула, это второй обзор, второй книги Бернара Вербера на нашем канале, и поэтому я оставлю для вас ссылочку здесь где-нибудь вверху и обязательно под видео. Если вам интересно узнать об этом интеллектуальном гении, то милости прошу на обзор книги «Империя ангелов», и книга сама очень интересная, и там я очень детально рассказываю о том, кто такой Бернар Вербер. Здесь лишь коротко ограничусь тем, что он занимался журналистикой, и его книги – это некий такой очень интересный микс наук и фантастики, естественно. И все науки у него просто вот буквально на последнем крае, что называется, передовых разработок науки. Здесь и нейронаука, и философия, и психология, и, в общем, масса всего интересного. Кстати, он не только журналистикой занимался, он еще и философ, так позиционирует сам себя. В общем, абсолютно достойнейшая голова, в этой голове живет очень много чего интересного. Еще раз упоминаю, что ссылочка есть, если вам интересно с ним познакомиться, пожалуйста, на предыдущий обзор, а мы начинаем обзор «Последнего секрета». Ну и сегодняшний обзор мы решили для вас подготовить вместе с моей бандой котиков, так что очень мило, мне кажется, это тут все выглядит. Они все собрались и решили вам тоже повествовать о Бернаре Вербере. Итак, книга «Последний секрет» рассказывает нам о таинственном убийстве шахматиста, гениального шахматиста, которому удалось победить партию шахматы не просто так, а победить сам компьютер. Да, это считается, в общем, практически недостижимым явлением мира сего. И потом наш гениальный шахматист погибает. Его убивают при каких-то таинственных очень обстоятельствах и дальше, а вот дальше начинается самое интересное. Здесь в этой книге у нас есть и нейронаука, и психиатрическая клиника, и философия, и психология, и фантастика. И, в общем, это потрясающе, окунаешься в какой-то потрясающий созданный мир. И особенно это будет интересно тем, кто хочет знать о науке, но считает, что это очень скучно. Вот подобного рода книги, они как раз-таки рассказывают о том, что наука – это очень весело. Это очень интересно, это очень занимательно, и это настолько всепоглощающе, что просто потом за уши себя будешь из этого научного мира вытягивать. Здесь автор пытается поразгадывать секреты мотивации, он пытается поразгадывать секреты, связанные с таинственным мозгом, как там все происходит, что управляет чем, мы им или он нами. Ну, это, в общем, естественно, известная в нейронауке дилемма. И все бы ничего, но я не буду рассказывать вам здесь именно глубоко сам сюжет этой книги, потому что он абсолютно достойнейший, и я не хочу портить то впечатление, которое вы получите от прочтения, а я вам расскажу немножечко о том, на что натолкнула меня эта книга. Вы знаете, что я читаю книги так, что они для меня представляют собой некое окно в мир. То есть это всегда способ узнать чего-то, чего ты никогда не знал. Я всегда рассказываю вам о том, что каждый автор, каждый писатель – это как некая новая жизнь, которую ты можешь посмотреть, окунуться туда, никому ничем не навредив, но при этом ты узнаешь, опять же, определенный опыт, который связан с жизнью, с образованием, с мудростью, с ошибками, со всем-всем-всем-всем-всем, что представляем собой мы с вами люди. Так вот, в этой книге, эта книга, вообще сам сюжет продиктован автору ничем иным абсолютно реальной историей. История, которая случилась с очень известным журналистом, имя которому, чтобы не ошибиться, Жан-Доминик Боби, он был редактором журнала «Эль-Франс», это очень такое известное издание, тут даже не стоит пытаться рассказать о том, насколько оно выдающееся и влиятельное во Франции. В общем, это был очень молодой человек, который в возрасте 43 переживает инсульт. Он пережил инсульт, и так случилось, что, выйдя из комы, он стал тем самым носителем, но это, конечно, очень неверно сказано, он стал человеком, который страдал от так называемого locked-in syndrome. По-английски звучит очень хорошо, на русском я сомневаюсь, я не знаю, как точно мы будем называть сам этот диагноз, но мне очень нравится, как он звучит именно на английском. Locked-in syndrome – это такой синдром, когда человек оказывается запертым в своем теле. Дословно locked-in – это закрытый на замок. Вот человек оказывается абсолютно закрытым на замок в собственном теле. И вот этот наш Жан Боби, он мог шевелить только лишь глазками своими, больше ничем. Он не мог говорить, он был абсолютно парализован, у него даже не работали мышцы лица, то есть он не мог мимикой что-то там дать знать кому-то, он не мог знать ничего дать кому-то жестами. Это был абсолютно обездвиженный человек, но при этом у него была абсолютно сохранная психика. То есть этот человек абсолютно все понимал, он абсолютно все видел и он абсолютно все осознавал. То есть что может быть страшнее, оказавшись запертым в собственном теле, не мочь, не быть способным как-то этим телом управлять. И почему мы сами узнаем об этом человеке, и как вообще так случилось, что на сегодняшний день и Гарвард, и Ель, все университеты, преподающие нейронауку и нейроанатомию, они все первым делом ссылаются на книгу Жан Боби. И дальше вы должны спросить, что за книга Жан Боби, ведь он был парализован. Вот представьте себе, этот человек настолько хотел поведать миру о своем состоянии и обо всем том, что он испытывал, что однажды, я уже сейчас могу собрать, кто конкретно, то ли его близкие люди, то ли это была медсестра. В общем, кто-то, какая-то женщина заметила, что он как-то очень в такт реагирует своими глазками на то, что говорится. И они с этой женщиной изобрели, грубо говоря, азбуку Морзе. Эта женщина произносила ему весь алфавит французского языка, и он моргал глазками, когда хотел упомянуть или остановиться на какой-то конкретной букве. И вот так они написали целую книгу. Книга, которая называлась «Скафандр и бабочка». По этой книге был снят фильм, основанный на реальных событиях, тоже называется «Скафандр и бабочка». Если вы интересуетесь подобными темами, я думаю, это будет интересно ознакомиться с этим произведением. Тем более, еще раз повторюсь, оно основано на абсолютно реальной, ничем не приукрашенной истории. И вспомнила я об этой книге и об этой истории, чтобы поведать ее вам. Вот опять же, буквально недавно, когда брала очередной курс из Гарварда, и там вот как раз ученая, женщина-нейрофизиолог, она тоже начала свой курс именно с этой истории, с истории Жанна Доминика Баби, потому что это некий шедевр. То есть это человек необычайной силой духа, который поведал нам о том, что он испытывал там, будучи запертым сам в себе. Это человек, у которого оставалось только свое, да, вот все то, что было в его голове, то есть его мнение, его чувства, его ощущения, ну, в общем, и его печальная история. Сам Жанн Доминик Баби дожил до того момента, когда была издана его книга, и после издания книги буквально через там 10 дней он умирает от пневмонии. И вот эта вот история очень сильно поразила нашего с вами автора, и он взял даже определенный кусочек эпизода, даже не кусочек, а очень большой, я бы так сказала, да, этюд, зарисовку из этой реальной истории, которую вложил в свое повествование. Но обыграл это свое повествование, как он умеет, через призму науки, философии, психологии и немножечко фантастики. Как вы знаете, я не очень фанат фантастики, но вот та фантастика, которая граничит с абсолютно реальной наукой, она меня, естественно, привлекает. Сам сюжет я вам портить, как уже сказала, не буду. Пожалуйста, окунайтесь в него, я уверена, что книга затянет вас настолько, что вы не положите и не закроете ее, пока не дочитаете до последней точки. Так было и со мной, это книга, которую невозможно, от которой невозможно оторваться. Хитросплетение судьбы и нейронауки. В общем, если вы уже почитали, пожалуйста, делитесь своими мнениями. Если не читали, то почитайте и возвращайтесь к обзору. Обязательно посмотрите кино, которое я упомянула, почитайте про Жанна Доминика Буби. В общем, это будет наше с вами почтение, дань его памяти такому выдающемуся человеку, который рассказал, собственно, миру и медицине о том, что, несмотря на то, что твое тело уже превращается, ну да, как говорят в обыденной жизни, в абсолютно неподвижное нечто, в этом неподвижном теле все еще может быть полная, яркая, красочная, интеллектуальная и понятийно насыщенная жизнь. Поэтому будьте внимательны, когда вы пытаетесь объединить кого-то каким-то словом, кто не дотягивает в физическом развитии до других героев нашей современности. Это может быть действительно промах, потому что там в глубине души и разума таится большая, огромная, изыблемая, интереснейшая личность. Всем хорошего времени. Мы, как всегда, где-то рядышком. Бай-бай. Бай-бай. Продолжение следует...